салют подписчикам канала томасем и случайным зрителям этого видео я знаю что видосы с проекторами не набирают много просмотров тем не менее есть зрители моего канала которым эта тема интересна поэтому друзья я выбил у китайцев на обзор очень бюджетный проектор от компании взадка эта компания стала особенно широко известна после удачного выпуска и продаж таких моделей проекторов как взадка c2 и c3 обзоры на все эти проекторы также у меня на канале есть можете пройти посмотреть но если c2 и c3 условно можно считать взрослыми проекторами то вот сегодняшний наш герой взадка е80 это мини лет проектор который за свои деньги проецирует неплохое в принципе изображение я думаю проектор отлично подойдет в роли первого проектора для знакомства с подобными устройствами в роли проектора для развлечения детям то есть мультики какие-нибудь посмотреть на нем это отдельный праздник для ребенка ну и на дачу на летний сезон тоже вещь отличная если не хотите тратить лишние деньги на большой телевизор дело в том что это очень бюджетный проектор и у продавца есть несколько конфигураций проектора поэтому цена варьируется от 6 с копейками до 10 с копейками тысяч рублей 21 июня кстати стартует распродажа чуть-чуть подешевле будет стоить этот проектор я рекомендую брать базовую версию проектора она стоит 6 828 в ней нет вайфая и нет андроида у меня проектор поддерживает вайфай это вторая версия то есть к нему можно подключить телефон и проецировать изображение с телефона в настройках проектора есть специальный режим называется он screen mirroring проходим в него и тут мы можем подключить смартфон по мирокаст если у вас android или по airplay если у вас iphone по факту в этим вряд ли будете пользоваться в повседневной жизни но тем не менее может быть это пригодится смотрите у меня android я прошел в настройки смартфона и нашел настройках такой раздел как трансляция нажимаю просто тумблер трансляции находит смартфон проектор bl70 нажимаю на соединение то есть выбираю устройство смотрите идет соединение никакие приложения отдельно устанавливать не нужно ни на телефон ни на проектор и сейчас соединение пройдет и изображение с телефона будет дублироваться на проекторе причем с минимумом тормозов можно запускать видосы например с youtube и смотреть их на проекторе например переворачиваем на весь экран и вот идет проекция причем звук также дублируется с телефона на проект также можно запускать и мобильные игры транслировать на большой экран как видите все четко транслируется никаких тормозов нету можно спокойно играть ну или показывать свою игру друзьям ну и третья версия друзья тут делится между двумя версиями по сути это та же самая версия с вай фай но в комплекте вам дают еще android приставку на 432 гигабайта или на 464 гигабайт проще эту приставку приобрести отдельная ссылки в описании на топ-5 лучших по моему мнению android приставок оставлю можете тоже на распродажу урвать в принципе по характеристикам давайте посмотрим что предлагают нам проектор этот имеет разрешение 720p да понятно что это немного но и не забываем про стоимость по факту могу сказать что если вы будете проецировать картинку от 43 до 65 дюймов то этого разрешения с натяжкой в принципе но достаточно тем более для просмотра каких-то мультфильмов картинка в целом жестко на пиксели не разбивается при полной темноте все довольно смотрибельно но для хорошей картинки нам важно естественно не только разрешение но и яркость и контраст производитель в случае с взадкой и 80 обещает 3 600 люмен яркость и контраст 4000 к одному что в принципе для бюджетного проектора я считаю нормальным по остальным особенностям есть встроенный динамик на 2 и 5 ватт проектор поддерживает воспроизведение видео 4к но с учетом разрешения я думаю лучше проектор не мучить что интересная версия вай фай имеет поддержку двух диапазонов 24 и 5 гигагерц в этом плане это конечно же плюс так как какие-то большие видеофайлы или трансляции игры с телефона на проектор не будут тормозить проектор сам по себе небольшой выглядит очень прикольно корпус матовый серый из качественного пластика все кнопки тут наверху расположены нажатия четкие слегка звонки фокус регулируется механически что показалось неудобным друзья это вот эта вот крышка линзы у нее очень маленький выступ для хвата не очень удобно ее открывать то есть пальцы могут соскальзывать снизу есть ножки резиновые и внимание крепления под штатив за это плюс поскольку это лет проектор ему естественно требуется также активное охлаждение с помощью кулера поэтому во время работы все время шумит вентилятор это стоит учитывать но он не настолько громкий и по разъемам тут также весь необходимый набор есть 35 джек под наушники то есть можете внешнюю какую-то аудиосистему подключить или наушники также есть а вы вход для подключения какой-то старой техники по тюльпанчиком есть т.ф. разъем то есть под карту памяти micro sd 2 юсб разъем hdmi один к сожалению и вга разъем также для старой техники для каких-нибудь старых стареньких ноутов вот и взвод тумблер меняет угол наклона картинки по вертикали пользоваться вот этой фишкой я в принципе не рекомендую изображение сразу становится замыленным по краям касательно изображения в целом друзья не хочу говорить что это идеальный проектор но картинка даже не при полной темноте получается весьма насыщенный яркой ну с хорошим контрастом но повторюсь при проекционной диагонали до 65 дюймов да вы можете сделать проекцию и 120 дюймов но логично что картинка значительно потеряет в качестве по классике недорогих проекторов по краям имеются небольшие замыливания в остальном картинка четкая сетку пикселей при диагонали до 65 дюймов с расстояния пары метров не видно если стоять лупиться прям четко в экран сейчас покажу вот максимально близкая то в принципе ну сетку пикселей тоже не видно на камеру уж точно если прям конкретно приглядываться то может быть что-то и можно будет увидеть а так картинка плотность картинки очень хорошая на мой взгляд по тестовым картинкам результат мне нравится особенно учитывая цену проектора на вот этих вот портретах отсутствуют какие-либо засветы также нет явного перехода в какой либо оттенок хочу отметить что я тестирую проектор на стандартных настройках но в случае необходимости мы можем открыть общие настройки проектора и изменить цветовую температуру теплый свет пользовательские настройки холодные оттенки и стандарт приятно что картинка не уходит в красный свет ну и не остается совсем бледный вот тут вот посмотрите на сетку каких-то искажений в проекции нету ушли те времена когда бюджетные проекторы как-то искажали проекцию но о чем я и говорил по краям дисплея имеются небольшие замыливание но в принципе это не критично друзья вот в этом углу замыливания в верхнем левом в нижнем левом углу замыливания нету слегка есть замылили также в правом верхнем углу ниже все нормально в принципе на это обращать внимание не стоит потому что вот эти вот места на дисплее при просмотре глазом обычно незаметно обычно при просмотре фильма фокусируем зрение в центре дисплея также стоит отметить что с черным цветом проектор справляется очень неплохо. На тестовых квадратах видно почти все оттенки черного, а это значит, что в темных сценах фильма мы будем видеть больше деталей. И напротив, с белым цветом, судя по белым оттенкам, проектор справляется, мягко говоря, ну не очень хорошо, потому что все белые квадраты сливаются с фоном. В черных квадратах мы видим почти все квадраты, кроме самой верхней линии. Опять же, если посмотреть на картинку с деревом, тут видно, как хорошо проектор отображает черные оттенки. Из-за этого мы видим не просто черный какой-то силуэт, похожий на дерево, а видим объем дерева. Я не знаю, передает ли это камеру, но вживую все очень неплохо, в принципе, друзья. Даже видно, что небо отображается неоднородным синим пятном, а имеет переход по оттенкам с голубого на синий цвет. Ну вот следующая картинка с девушкой подтверждает, что проектор хорошо справляется с черным светом, то есть отчетливо видно локон, волос, ресницы, брови. Но вот с белыми оттенками проектор работает фигово, потому что весь нос, начиная от переносицы, все вот это вот крыло носа, выглядит как белое пятно, то есть все засвечено. Плавность кадра у проектора отличная, при тесте мы видим хороший, в принципе, результат. Пинг тут небольшой, около 50 миллисекунд, и в принципе на таком проекторе, на таком большом экране одно удовольствие поиграть в какие-нибудь игрушки. Да, друзья, это не топовый проектор, конечно, но за 6 тысяч рублей он вполне неплох. Удовольствие от просмотра вы точно получите. Устройство это вполне подойдет не на постоянное использование, для редких каких-то киносеансов, ну или для просмотра мультфильмов детям, для знакомства с миром проекторов, или для использования на даче. Проектор небольшой, как видите, ему легко можно найти какую-то полку или ящик для хранения, есть крепление под штатив и встроенный динамик сбоку. Я ссылку в описании на это устройство оставлю, если же хотите что-то посерьезнее, можете посмотреть мои обзоры на взадка C2 и C3, и также на Zandale TD96. Ссылки на эти более серьезные проекторы я также оставлю в описании. Сейчас на грядущей распродаже все эти устройства и много чего другое можно будет урвать еще дешевле. Спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, если хотите. Всего вам доброго и до скорых встреч!